Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции продолжается. Кыргызстанцы приносят одежду, продукты и другие вещи первой необходимости к зданию посольства. Здесь 10 спальных мешков до минус 15 градусов. Я обычно в Турции работаю. Я работник туризма. Сейчас я в отпуске и решил немного помочь. Неравнодушных граждан, желающих помочь немало. Всё, что они приносят, собирают в этой комнате и сортируют. Еда отдельно, одежда отдельно. Так как сейчас зима, нужны тёплые вещи. Помощь приносят в посольство, в мечети Мамсерахси и в кыргызско-турецкие женские лице Анадолу. Посольство сейчас координирует весь процесс. До конца недели гумпомощь будет отправлена. Мы благодарны народу Кыргызстана за помощь. Мы никогда не забудем вашу поддержку. В посольстве открыта книга соболезнований. Желающие выражают сочувствие и поддержку братскому народу Турции. Также возле посольства читают Коран. Кыргызы и турки – братские народы. Мы чувствуем их боль и хотим разделить её. Пусть Аллах даст им терпение и мира. Мы разделяем боль утраты нашего братского народа. Как у нас говорят, если разделить боль, она становится меньше. Вместе с тем, я хочу призвать наш народ не стоять в стороне и помочь братскому народу, кто чем может. По последней информации, граждан Кыргызстана среди погибших в Турции нет. Посольства и генеральные консульства нашей страны в городах Анталия и Истамбул продолжают работу по выявлению кыргызстанцев среди погибших-пострадавших. Нуждающимся оказывают необходимую помощь. Информации о кыргызстанцах, погибших или пострадавших во время землетрясения нет, но есть те, кто не выходит на связь. Мы их ищем и пытаемся связаться. Из городов Адана, Кахран-Мараш и Османьев в безопасные места эвакуированы 8 наших граждан. В городе Малатья оказывается помощь 9 гражданам. Империи даны теплая одежда, одеяло, вода и продукты питания. Работу в зоне бедствия усложняют технические проблемы со связью, интернетом и электричеством. В город Адана я приехала со своим ребенком год назад и работаю здесь. Когда началось землетрясение, мы спали, шел дождь. Мы выскочили на улицу. После всего нам позвонили из консульства и привезли в Аланию. Сейчас все хорошо. У нас есть еда и крыша над головой. Сбор средств для помощи братской стране продолжается. Сотрудники госорганов Кыргызстана перечисляют однодневную зарплату. Ранее перечисления сделали руководство и сотрудники администрации президента. Не остались в стороне и сотрудники телекомпании ЛТР. Телеканал перечислит однодневную заработную плату в качестве материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате событий в Турции.